Уважаемые братья, самый лучший из дней, которые Аллах Субхану А.Семкин — это «яв муль-джум'а» — «пять вечный день». Он сказал, «Ибн Тайм, рахимуллах, «кад вихтылафа ль-уламан» «фи фадли ма ва автоле для жум'а, ами явы араха». Ибн Тайм, рахимуллах, сказал ученые разногласят в вопросе «какой день лучше, пятница или день араха?». Но, несмотря на это разногласие, единогласие на мнение ученых, то, что «яв муль-джум'а» — «пять вечный день» по отношению к остальным дням, подобным как месяц Рамала, по отношению к другим месяцам. Аллах Субхану А.Семкин в Коране говорит, Аллах Субхану А.Семкин создает то, что пожелает и избирает. Один день лучше, чем другой день. Одна месяц лучше, чем другая месяц. Одна ночь лучше, чем другая ночь. Один месяц лучше, чем другой месяц. И так Аллах Субхану А.Семкин, избирает. И сделал «яв муль-джум'а» самым лучшим днем, который, али-хамдин, мы с вами встречаем. И так Аллах Субхану А.Семкин. И так Аллах Субхану А.Семкин сказал, , когда Аллах Субхану А.Семкин, , верующий человек должен увеличивать те атригути, которые Аллах створил, то четыре чариعت, в которых Аллах присуществил в дни, в которых Аллах увеличивает, ночи, которые Аллах смахну, местности, которые Аллах увеличивает, Всевышний говорит, что это из богобоясности, из богобоясности, сердец. В первую очередь мы с вами приходим на намаз. По повелению Всевышнего Аллаха Субхану А.Т. Я на юхалдамина аману. Ида нудья ли салатин, я умеет жума. И тасаау, ида дигириллах, и мадагул байям. О, верующие, не даю шарах, обращение, почёты к верующим. Ида нудья ли салатин, я умеет жума. Если призвали их, молите их 5 недель. Тасаау, ида дигириллах. Спешите поминать Аллаха, спешите в мечети, спешите слушать хутбу. Спешите подлагаться Аллаху Субхану А.Т. И оставьте торговлю. Этот приказ, Ответа, в Иоанну. Также салат Рога М., сал. Салат Рога М., сал. ... ... ... Или люди перестанут пропускать пятничные молитвы, или Аллах, запечатывая из сердца, сказал Роб Мухаммад, после этого они будут невнимательными, прежними. Поэтому здесь посланник Аллаха сказал, какая великая награда, и какой великий это тем, пересвящим Аллаху. Если люди перестанут ходить на жума, Аллах запечатывая из сердца, сказал посланник Аллаха. Также Роб Мухаммад сказал, «Ман кали юмину Илллахи, буль яумин ахр, фа алейхи жума ку яумин жума, илла малибан, неум сагиран, неум раатан, ау садиян, неум маклюка». То, кто верит в Аллаха, и в судный день. Если человек искренне верит в Аллаха, и в судный день, то он обязательно должен посетить, посетить пятничный день, пятничную молитву Ярусалата джума. Исключением же является больной человек, путник, женщина, ребенок и раб, сказал Роб Мухаммад. Салла-Ллаху алейхи ва салям. Также есть это, есть нарастное качество, есть сунна, которую мы должны с вами соблюдать в этот день, у Аханя, братья. Первый адекватисалин, взять усл, как сказал Роб Мухаммад, салла-Ллаху алейхи ва салям, хадитом, таха-тан, алейхи, который приводит имам Бухари в услам, «Гуслю и жумны, ва салям ва салям ва салям ва салям ва салям» Взять большое манерие является ва салям, обязательно для мусульманин в этот день. Липсу на дыки и фиа, в мису ты, одеть чистую одежду. Надушите себя благомунными. На каули салла-Ллаху алейхи ва салям, как сказал Роб Мухаммад, салла-Ллаху алейхи ва салям, «Аля кулли мусульмин гуслы, я умею жума, Верующий человек мусульманам нужно взять усадь и капельцу, одеть самую лучшую из своих одежд, и если у него есть благовоние, должно улучшиться имя, сказал Пророк Мухаммад с.а. Аллаху Алимсаляму. Третье. Аль-Табхир Илайя. Пораньше приходить на конечную молитву. Перед тем, как зайдет время, перед тем, как имам выйдет на хутбу, нужно пораньше приходить. И кто раньше пришел, больше берет награды. В хадисе, которое привозит имам Малик, в инвалиде. Тот, кто взял хусор в конечный день, потом пошел в мечеть и пришел в первое время, подобно тому, что он принес жертву верблюда, такой садата. Аль-Ангила Алимсаляма. Как будто он пришел, садата принес, как будто он верблюда. А тот, кто пришел, в то время, как будто он принес жертву бакла, корову. Пророк Мухаммад здесь сказал, что приближается к Аллаху и спешит в молитве. Аль-Ангила Алимсаляма. Как будто он принес жертву барашку. Аль-Ангила Алимсаляма. В четвертое время пришел, как будто он принес жертву садата курицу. Аль-Ангила Алимсаляма. То, кто пришел в пять, в пятое время. Уже вот-вот, когда имам выйдет на хутбу, как будто он пришел с яйцом, сказал Раб Мухаммад, Аль-Ангила Алимсаляма. А когда имам забрался на нембар, для хутбы ангелы оставляют этот список и сами идут слушать хутбу, что сказал Раб Мухаммад, аль-Ангила Алимсаляма. Также четвертое садата курица, если рамин агназ, гаим, то ходит качит из нафиля намаза, когда приходит человек на пятничную проповедь, прочитать то, что он сможет. И сунна каат читать. Некоторые говорят четыре рака'ата, и Off company говорят, что ничего не надо читать, те, которые говорят два рака'ата читать, в сунна, читать по два рака'ата сколько сможешь, пока имам не выйдет на нембар. Ты пришел и пришел, в рака'ата далласалян, начинают два рака'ата далласалян, начинают два рака'ата далласалян, …. до тех пор пока имам не выйдет на нембар. Субханула Аль-Хамдулла, очистился, одел лучшую одежду, подушился, потом пришел в мечеть, и когда пришел в мечеть, не раздвигал, не разделял между двумя братьями, то есть иногда бывает, человек видит, аха, там рядом двое сидят, есть чуть-чуть места под виду их, вот это делать нельзя. Садись там, где есть место, потом, когда Аль-Хама на намаз выйдет, подойдешь к первому саду. Он не раздвигал Бога, братья перед собой, и потом читал столько слов из намаза, и когда Аль-Хамдулла вышел на пробовать, он молчал, не говорил, проститься ему все его прегрешения, которые были между прошлым джумаин, да следующим джумаин, кроме как больших грехов, яхтачьи, 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 Пятая очень важная. Я хотел бы обратиться тоже к братьям, которые на улице сейчас стоят, потому что часто приходят братья, говорят, мы слушаем хутбу, братьям кто-то про Дуния говорит, кто-то по телефону разговаривает, кто-то в кафе сидит на заправке. Это для нас хадис с вами. Мы должны быть мудительными, маняя сердцами этот хадис. Пророк Мухаммад сказал, Даже если человек разговаривает во время хутбы, и ты своему брату насыхат даже, не то, что там разговоры о Дуния, насыхат, хотел сказать, помолчи, не говори, то ты сделал бесполезное дело. Даже насыхат, даже, Как нельзя делать во время хутбы, нужно молчать. А что уже говорится о том, чтобы там разговаривать, обвлекаться, по телефону разговаривать. Ты сделал бесполезное дело, сказал посланник Аллаху, и так же, кто перебирал камушки, кто-то играл в телефоны эти чётками, что-то делал, перебирал, какими-то вещами занимался во время хутбы, человек сделал бесполезное дело. А тот, кто сделал бесполезное дело, для него нет чуба, сказал пророк Мухаммад сказал Аллаху. Когда он пришёл, без награды уйдёт. Просто так постоял, показал себя, увидел по воду и ушёл. Но награды чуба не взял, не прочитал чуба. Поэтому мы должны быть бедительными братьями. Во время хутбы мы должны слушать ангелы, даже оставляя список тех людей, которые приносят саддака, и не слушать иману. Поэтому мы должны не отвлекаться во время хутбы, а слушать хутго, и не отвлекать своих братьев, невешастных братьев. Оставить всё на это время, всё это время, и послушать напоминание бахтарати. Следующее, шестое, если он пришёл на джума в тот момент, когда имам делает хутбу, в этот момент он должен прочитать два раката тахияту в мечети, приветствие в мечети. То есть, если кто-то из вас пришёл на джума, имам был на мимбаре, провозил хутбу, пусть этот человек прочитает два раката на база лёгких, то есть длинные не надо читать. Короткие слова, быстро прочитать, здесь слушать хутбу. Так же мокру вставать во время хутбу, когда имам стоит, другой человек стоит, и тем самым загораживает своего брата. Если нету там сажда, если нету там ковриков и так далее, то как на улице можно стоять. А если в мечети здесь, ковры и так далее, то не нужно стоять, чтобы не загораживать своего брата. И нельзя разделять между двумя братьями. Как сказал Мухаммад, нельзя двух братьев между собой расстолкивать, чтобы сесть между ними. Восьмое. Когда мы услышали азат на салата джума, харам торговать и харам призывать к торгованию. Если призывают пятничные молитвы, спешите в поклонение Аллаха, упоминать Аллаха и оставьте торговлю. Девятое. «Устахаб украла эти сураты л-кав в лейлете или в дни». «Устахаб украла сурату л-кав в ночь, в днем, в днем. В речном украла это время заходит после хачра, после утра молитвы в пятнадцатый день, прочитать сурату л-кав. Как сказал пророк Мухаммад ﷺ, «Мен крал сурату л-кав в днем, «Адалел его мин нурима лейна жума'тейн, «Алан у хааким, он не салур и фейн-мустадрак». Тот, кто прочитал пять мужчин-дей и сурату л-кав, ему Аллах даст такой нур, такой свет, который между двумя чума'ами, сказал пророк Мухаммад ﷺ. Десятое. «Больше делать салалат за пророка Мухаммада ﷺ». «Мен, братья, в Аллахе, сегодня нас ждет пророк Мухаммад ﷺ». «Пустарик Аллаху ждет нас, когда мы скажем тебе салалат». Как сказал пророк ﷺ, «Больше делайте за меня салалат в ночь жума'т, в день жума'т». «То, кто будет делать за меня салалат в день жума'т, я буду за него свидетелем и заступником в день суда», сказала посланник Аллах ﷺ. Поэтому ученые говорят, в этот день, если человек пришел суратом ях, и он читает пуа, в этот день лучше больше делать салалат, чем читать пуа, чем дополнительно какие-то намазы читать, лучше больше в этот день делать салалат за пророк Мухаммада ﷺ. И одиннадцатая, «Погольше делать дуаа в этот день». Ибн Алкай, Мухаммад ﷺ, сказал, «В этот день дуаа подобна тому дуаа, которая совершается в ночь предопределения». Как сказал Рог Мухаммад ﷺ, «Инна фигелки чума аля саа, ла юа фигла абду муслим, если Аллах айзил, деда фигня хайла, илла ахуа бияр, муслим». Если в конечный день есть один час, если в этот час попадет верующий дуаа, и просит Аллаха из блага этой жизни вечной, Аллах ﷺ даст ему все, что он просил. «Субханам, у нас кто-то болеет, неужели мы не хотим считать для него? У нас кто-то умер, неужели мы хотим для него милости Аллаха ﷺ? Какие-то проблемы? Это наш шанс. Ведь сегодня опять же есть этот час, когда Аллах ﷺ даст и ответит на этот дуаа». Подобно тому, как отвечает ночь предопределение. Какое же это время? «Ихталафи луламам» – учетный разногласий. Имам Мухаммад ﷺ привел девятнадцать дней, «Раджа хайф ней» сказал более достоверное. Первое – это когда имам второго, когда имам поднялся на бинбах. Когда муатер, можно сказать, «Адаль», «Устадаль» – это дуаа. Или между двумя хутбами. А второе время, оно более достоверное после Асра до лагриба намаза. Вот это время, там есть час, когда Аллах ﷺ принимает дуаа, с которой Мухаммад ﷺ, дело оценивается по последним делам. И также часто стоит вопрос, если человек успел после того, как на втором рака'ат – «Джума». Как его считается? Если до того, как имам в втором рака'ате сказал, «Сами Аллаху манхамиды», кто-то помялся и сказал, «Он успел с ним на руку' или на втором рака'ат», то он читает, дополняет один рака'ат после села. Он успел. Как сказал Рабу Мухаммад ﷺ, «Это рака'ат. Только успел на рака'ат, этот человек успел на весь намаз. Но если имам сказал на втором рака'ате уже «Сами Аллаху манхамиды», то этот человек не успел на джума'ат, а он уже за ним встает, но читает четыре. И также самое великое, что в этот день, Мухаммад, должны благодарить Аллаху . Мы не могли бы здесь оказаться, если бы Аллах не пожелал бы. Мы могли бы не в доме Аллаха быть, а в другом месте. Мухаммад Аллах дал нам возможность прийти сюда, поклоняться Аллаху, делать дуа'ат. Это великая милость, за что мы отдельно должны и адам великая церковь, А я сказал, что服 mercadorecоги и ясная замена. Истокла, что благородический онлайн и dressи, и уваживайтесь. Завидьяlar. Завидья Аллаху. Иван Аллаху. Завидья Аллаху. Завидья Аллаху. Иван Аллаху. Уваживайтесь. Иван Аллаху. Уважаемые братья, краткое объявление я хотел сделать. Бывает хоть люди, которые сюда на улице привезут и просят садата. Их специально сюда на дорогих машинах привозят. Уже еще больше и больше стали приходить, здоровые, 20 лет кому-то, которые могут работать, это их бизнес, это их дела. И когда мы им даем, Аллах сказал, кто просит, не отгоняй его, не груби ему. Когда мы даем ему, мы помогаем ему на это мошенничество, на это собрание. Лучше помогите братьям своим близким, родственникам, больным, детдомам и так далее. Это более правильно помочь родственникам, тем самым вы поддерживаете ее родственные связи, и тем самым вы получаете нагрузку садата. Поэтому есть более нуждающие люди, поэтому это такой уже бизнес, который стал. А мы когда даем, мы поддерживаем этот бизнес. Поэтому будьте длительны, просьба, как и мамы, и всех наших братьев, чтобы, скажите, не нужно там убить, не нужно там отталкивать, как Аллах сказал, кто просит, не отталкиваю, но однако не давайте, тем самым, чтобы не быть причиной того, что это все здесь распространяется. Субтитры создавал DimaTorzok